Мы выбираем в зависимости от запроса человека, что ему провести, какой тестирование. Самое популярное это тестирование по Холланду, по профориентации и ДДО. Администратор, техник, ассистент, садовник, ребята выбирают направление по интересам. Тест на мультипсихометре и арт-тестирование помогают подросткам определить, какая профессия им могла бы подойти. Мы также ходим в школу. Во-первых, профориентация – это такая проблема, с которой сталкиваются практически все выпускники. Потому что все знают те специальности, с которыми сталкиваются ежедневно. Мы приходим в магазин, видим те специальности, которые есть. Дети с детства видят, что в школе, в садике какие специальности есть, но не знают, какие вообще есть специальности в целом. Ну и также они не знают вообще, к чему есть склонности. Часто мама с папой выбирают специальности для детей. Там хотят, чтобы был юрист, а человек, например, проходит тестирование художественного образа. Подработка на лето – для Ирины отличная возможность стать ближе к искусству. Мама девушки, сотрудник Одинцовского историко-краеведческого музея, уверена, что работа поможет Ире не только с пользой провести лето, но и разобраться со своими интересами. Она заинтересовалась этим именно из-за того, что приезжала ко мне на работу и смотрела, что здесь происходит. Ей стало интересно тоже поработать и немножко поглубже вникнуть. Тем более, что так она изучает историю постепенно, слушая, вот она ходит вместе с экскурсоводами. Я смотрю, чтобы посетители надевали маски из-за ситуации в стране, чтобы не трогали экспонаты и чтобы все было нормально. Пойти работать летом могут учащиеся от 14 до 18 лет. Для оформления необходимы паспорт, смилс, реквизиты банка и согласие родителей. В этом году большой наплыв детей, которые хотят трудоустроиться на период летних каникул, рассказали в Одинцовском центре занятости. На данный момент у нас было трудоустроено 457 учащихся. Из них в трудовые бригады трудоустроены 414 и на предприятия 41 учащиеся. В основном мы сотрудничаем с учащимися, с организациями, такими как многофункциональный центр. Ребята помогают взрослым в парке культуры и отдыха, в библиотеках, детских садах и МФЦ. А для того, чтобы помочь выбрать школьникам работу по душе, сотрудники центра занятости еженедельно проводят тренинги и тестирования по профориентации. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.